Тюльпанчики уже цветут. Какая красота! Смотрите, цветочки у нас уже. Прям здорово! Всем привет, мои хорошие! Я начинаю новый влог. Я вышла из дома, и мне нужно сходить в аптеку и в магазин. И нужно купить что-то из продуктов. В общем, заодно и мусор вынесла. На улице классная погода, плюс 19 градусов. Я уже не одела куртку, одела вот свитерочек и ховточку. В общем, не знаю, так здорово на улице, хочется погулять. Но, может быть, я возле подъезда потом еще чуть-чуть постою, посмотрим. Ну, потихонечку пойду, подышу воздухом. Посмотрим, есть ли у нас спирт в аптеке. Хочу сделать антисептик. О, какой у меня такой сейчас прикид весенний. Видите, как я одета. Иду в другую аптеку. Ну вот, я пришла с магазина, притащила сумки. И, в общем, и в аптеке была, и в мясном была. В общем, сейчас все расскажу. Прежде чем распаковывать, надо отдохнуть, устала их тянуть. В общем, мои хорошие, пришла я с магазина, хочу я вам сказать. Шла я по улице, вообще, конечно, немножко я подогорчилась, потому что я увидела, что на улице стало намного больше людей ходить. Большинство идет без масок вообще. В магазине людей стало больше. Большинство людей без масок, при том, что дистанцию уже никто не держит. На кассе очереди там доходят до 10 человек. И стоят уже, ну, буквально вот рядом уже не держат полтора метра, то есть там, ну, полметра где-то друг от друга и все. И без масок, без масок, без масок я смотрю, людей много на улице. Почему-то все уже перестали, что ли, дома сидеть, люди страх потеряли или думают, что все уже позади, или, может быть, думают, что это все игрушки. В общем, честно говоря, меня это как-то огорчило. Но я-то в маске иду, и в магазине, и везде. Но люди, много людей очень, которые могут быть носителями и не знать об этом, да. Вот, например, у меня температура 37, там бывает по вечерам. Я не знаю, может быть, я подпростыла, а может быть, я уже носитель. Кто знает? И таких людей много. Поэтому вот мне кажется, что если бы все люди сейчас поодевали маски, пусть выходят в магазин, идут с собаками, гуляют, или просто люди не верят, не боятся ничего, просто гуляют. Но если бы обязали всех носить маски, может быть, тогда было бы как-то легче. И ничего страшного, что масок нет нигде в аптеке. Я зашла в три аптеки, которые у нас тут рядом возле дома. Ну, масок, разумеется, нету. Хотя антисептик есть во всех аптеках. Правда, он такой вот, знаете, ну, в одном там 200 рублей 100 миллилитров, в другом 420 рублей. Ну, то есть цены разные, но есть и подешевле, есть и подороже. Ну, в общем, какие-то антисептики есть, совсем дешевых нет. Но так как я уже сама могу это сделать, поэтому я взяла спирт. Спирт был только в одной аптеке. Ну, спирт такой, асепталин. Вот, 100 миллилитров 100 рублей стоит. Это спирт для наружного применения, из которого можно сделать антисептик. Я еще взяла перекись водорода, у меня ее мало. Единственное, что в этих ближайших аптеках не было глицерина. Но в крайнем случае можно и без него-то обойтись. Все равно это будет, в общем, средство обеззараживающее. Сейчас я начну распаковывать свои сумки, продукты буду выкладывать. Те упаковки, которые можно помыть просто под водой, я их помою. Те упаковки, которые под водой мыть нельзя, ну, например, бумажные какие-то, да, упаковки. Я просто их побрызгаю антисептиком, для того, чтобы просто, ну, как бы, обеззаразить хотя бы эти упаковки. Вот, у меня вот такие есть перчаточки, у меня их много, кстати, пооставалось от краски для волос. Я сейчас перчатки надела для того, чтобы поберечь немного руки, потому что я их часто мою, и иногда вот этим антисептиком брызгаю, и у меня кожа сохнет очень сильно. Сейчас пока я буду все это перемывать и брызгать, чтобы немножко руки поберечь. В общем, для этой цели я просто одеваю перчаточки вот такие. Вот, и все. Я не буду вам показывать, как я это делаю. В общем-то, вы уже видели, уже знаете, как мы это с дочкой делали. Но покажу вам, что еще я купила. Кстати, купила я две маски. Маски многоразового использования у нас продаются в Медтехника на втором этаже. Там, где Магнит, там, где Магнит Косметик на втором этаже, там рядом Медтехника, и есть такой маленький такой магазинчик. И я смотрю объявление там со стрелочкой, прям с первого этажа, и я пошла. Думаю, ну, узнаю. Вот у них как раз-таки антисептик 420 стоит, но масочки по 100 рублей. И масочки, они сшиты из хлопка, и они многоразового использования. Девушка сама сидит в маске. И, в общем, я взяла две штуки. Их можно просто постирать, погладить и носить. Потому что у меня вот последнюю маску я сегодня израсходовала. Новых масок купить не могу. А так как я уже думаю, что, скорее всего, этот карантин надолго, и даже когда он закончится, еще какое-то время, ну, это будет, в общем, длиться еще долго. Поэтому я уже не надеюсь маски купить одноразовые, ну, и денег не напасешься на них. В общем, многоразовое использование маску буду использовать. Вообще, я сегодня маску пошить хотела. Правда, я долго вспоминала, как ее там правильно пошить. Но у меня там марли, широкий бинт есть. Ну, я вам хочу сказать, мои дорогие, если масок этих одноразовых нет нигде, но даже если они где-то, может быть, и шьются, они изготавливаются в больших количествах, их, конечно, отдают на передовую. Это в больнице, медперсоналу. Они в первую очередь нужны. Сейчас без масок даже приходят и приносят доставку. Вот последний раз, когда воду приносили, я у дочки была, последний раз молодой человек пришел без маски, без перчаток. Я, конечно, была в шоке, но я не могла даже просто бутылку у него эту забрать, которая 20 килограмм весит, да. Его пришлось пропустить, чтобы он прошел на кухню и эту бутылку, в общем, туда поставил. Но я, конечно, в общем, в шоке. И потом дочка заказывала доставку с Леруа Мерлен краску, привезли, тоже она сказала, были люди без масок. У парня этого я спросила, почему без маски, потому что предыдущий был в масках, в перчатке. Он говорит, масок не хватает, нам их не выдают, и у нас их нет. Вот так вот мы его возим. То есть они сами рискуют здоровьем, они сами рискуют стать носителями или больными вообще. Своим здоровьем рискуют и здоровьем людей, которым они доставляют эту доставку. Я сейчас хочу обратиться еще к тем людям, кто тоже каким-то образом соприкасается, ну не то чтобы прям вплотную, но работает с людьми, то есть на доставке люди, или продавцы в магазине, или там, не знаю, люди, которые посредством работы своей обязаны, в общем-то, контактировать, выходить из дома. Я вас прошу, вы, по крайней мере, если не можете купить, ну возьмите, пошейте сами как-то маску, и если вы заходите в квартиру к людям или где-то как-то обслуживайте клиентов, одевайте маски, я вас прошу, сами себя берегите и окружающих тоже. Ну страшно, честно, страшно просто выходить на улицу, лишний раз в магазин. Я, в общем-то, написала вот такой вот список, но я уже взяла там как бы еще чего-то, чтобы уже как можно дольше не выходить на улицу и не идти в магазин, где куча народу ходят без маски вплотную друг к другу. Это просто, ну, я не знаю, это безобразие какое-то, безобразие. Я возмущена. Так, ну все, сейчас займусь мойкой-помойкой, помойкой своих покупок, в общем-то. Перемою сейчас все, и надо мне немножко лечь отдохнуть. Я что-то сумки пока притащила, еще в маске дышать тяжелее. В общем, я что-то устала, у меня голова разболелась. Я купила колдрекс, сейчас колдрекс выпью. И цитрамон купила. В общем, мне колдрекс помогает, цитрамон помогает от головы. Сейчас что-нибудь выпью, голова болит. Всем доброе утро, мои хорошие, вернее, уже добрый день. В общем, я вчера принесла продукты, я их перемыла, и на этом силы мои закончились, покинули меня. И ничего я вчера не готовила. В общем, поразложила продукты, покушала свой супчик, легла и отдыхала. Сегодня я проснулась, и у меня с утра уже начала болеть голова, и не было никаких сил, какая-то слабость. Я померила температуру, она у меня нормальная, 36,8. Двумя градусниками мерила, поэтому температуры нету. Но, тем не менее, чтобы что-то начать делать, мне нужно было выпить колдрекс. Я выпила колдрекс, сначала позавтракала кашку свою овсяную, выпила колдрекс, и полежала чуть-чуть, и только сейчас вот у меня нашлись силы. Да, еще я искупалась, и искупалась в горячей воде, получила колоссальное удовольствие, и даже со скрабиком поскрабилась, в общем, класс. И, кстати, когда я купалась, вот я обратила внимание, что вот все-таки как мы привыкли к удобствам, мы привыкли, что у нас горячая вода всегда есть, и мы к этому относимся, как будто это так и надо. Ну, так оно и надо, конечно, да, но когда-то люди жили без горячей воды, и там тоже как-то грели тазики, как-то мылись, купались. Вот, видите, мы к удобствам привыкаем, и как только у нас, мы лишаемся этого удовольствия, и тогда у нас начинается уже нервоз, плохо себя чувствуем, мы нервничаем, нам нужна горячая вода, мы без нее ничего не можем делать, не хотим, скорее всего, даже ничего делать, в воде холодной плескаться неохота. Но и слава Богу, что холодная есть, а когда холодную отключают, вообще никакой воды нет, тогда просто наступает, просто катастрофа, и мы уже все, сидим сложа руки, и ничего не можем. Все, вот, поделилась с вами своими мыслями. Короче, девочки, я вчера купила фарш, не стала я вчера заморачиваться, чтобы мясо перемалывать и все, ну, нету, честно говоря, у меня на это все сил, я обычно фарш готовый беру очень крайне редко, но вчера зашла в мясной магазин, помимо разных продуктов, я взяла фарш уже готовый, но я взяла говядину, говяжий фарш, а свиного фарша не было. Обычно я перемешиваю говядину со свининой, тогда уже получается нормальный, домашний фарш. Но был фарш куриный, я взяла килограмм говяжьего фарша и 400 грамм куриного фарша. Куриный не беру обычно, потому что он очень жирный, я думаю, что там перемалывают, скорее всего, кожу, а в ней очень много жира, поэтому я взяла 400 грамм. Вот, сейчас я хочу все это перемешать и сделать котлеты. Я в измельчителе сейчас хочу измельчить, лук, чеснок, что там нужно добавить. Честно говоря, говяжий куриный фарш, вот такую смесь я еще не делала, но вот когда я сделаю котлеты, мне интересно, как они получатся. Ну, я думаю, должны нормально получиться, но просто интересно такая смесь, как она будет. Так что сейчас вот я пойду заниматься фаршем. Кстати, я вчера купила две масочки, многоразового использования, я их еще не открывала, не мерила, хочу сейчас вам показать. Вот так в пакетике они продавались, уже прямо готовые. Я купила одну серую, другую черную, хотя там были синие, зеленые, белые, в общем разные, да. И вот мне очень интересно посмотреть, как она будет на мне смотреться, эта маска. Так, ну что? Маска из хлопка, она дышащая, ну, вроде бы все закрывает. И ее можно будет стирать. Размер мне подходит. Мне подходит этот размер. Тем более, что я не работаю, я выхожу только в магазин, выхожу ненадолго. Но я взяла на всякий случай две маски, потому что вдруг я одну там постираю, пока она будет сохнуть, а мне вдруг понадобится вторая. Одноразовых масок нет нигде, у меня тоже закончилось, то, что было одноразовое. Вот, ну вот люди пошили, по 100 рублей продают. Ну, я и купила. В общем, как-то так. Ну, вообще, я хочу вам сказать, пошить такую маску мы могли бы и сами. Это очень все очень легко делается. Просто берете ткань, хлопковую лучше, она все-таки дышит. Здесь я вижу, ну, как минимум два слоя. Ну, не минимум, два слоя есть. И все, просто вырезать. Ну, если у кого нет швейной машинки, у многих людей нет швейной машинки, то можно просто ее руками пошить. Ну, и резинки от трусов, от старых, не знаю, снять какие-то можно найти. Или в крайнем случае, просто сделать завязочки и завязывать. Завязочки, конечно, неудобно, потому что маску я, например, ну, вот когда выхожу из дома, я ее одеваю, если в подъезде с кем-то столкнусь. Если я иду по улице и вокруг никого нету, я ее просто приспускаю чуть-чуть, чтобы воздухом подышать. Ну, как только я приближаюсь к магазину, я масочку опять одеваю и хожу в магазине все время в маске. Потому что, потому что, потому что мне кажется, что много людей, во-первых, инфицированные, я так думаю. И потом, вот это моя температура непонятная, которая у меня уже неделю, сегодня уже семь дней, седьмой день. Температуры нет, но ощущение, как будто я простыла, у меня такое ощущение, вот какое-то есть такое вот, нехорошее. Вот, поэтому у меня есть по этому поводу сомнения, а если сомнения есть, значит, нужно беречься. Потом надо беречь окружающих людей, всех, кто меня окружает. Если я вдруг там уже заболела как-то, да, скрытно болею, чтобы я не заразила, а если я не болею, то кто-то тоже может скрытно болеть, чтобы меня не заразили. Поэтому лучше просто так вот шторку одеть, как говорится, на рот, на нос, да, и всё. И уже можно, по крайней мере, как-то спокойнее себя чувствовать, заходя куда-то в магазин, или если кто-то, люди ездят в транспорте на работу, ну, я, например, никуда не ездию, только магазин, и всё. Магазин, аптека, больше никуда. Вот, так что раз. На резиночке удобно то, что её можно раз спустить на какое-то время, подышать на улице воздухом, а потом раз куда-то приближаемся и одеть. Вот так. Очень много людей на улице без масок. Очень много людей. Большинство без масок. Я вам хочу сказать, наверное, так, вот как я видела, наверное, из 10 человек, примерно, двое только в маске, восемь без маски. Вот примерно такая статистика. Это ужас. В магазине, конечно, народ ходит, приближается друг к другу, и никто эту дистанцию, конечно, не блюдёт. Про неё уже забыли, все расслабились и ходят как попало. Вот это напрягает. Мне это не нравится. Поэтому я вот взяла масочки и буду ходить в масочки. Если надо будет, даже возьму какую-нибудь старую наволочку, какую-нибудь старую простынь найду. И, не побоюсь этого слова, я её порежу на масочки и какие-то, если надо, ещё пошлю даже. Вот так. И поэтому я вам советую, ребята, девчата, все, всё-таки лучше масочку одевать. Вот всё-таки одевайте на всякий случай, и всё. Верите вы, не верите в коронавирус. Чего не верить, когда уже столько народу позаболело, столько уже и умерло, и кривая всё-таки ещё ползёт вверх. Так что до конца карантина, ещё как до звезды, очень далеко. Поэтому я вас всех призываю, моих подписчиков, пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких, берегите своё здоровье. Вот так, на всякий случай, знаете, всё-таки бережёного Бог бережёт. Так оно и есть. Поэтому, пошейте сами себе масочки, не ждите, пока они появятся в аптеках. В аптеках их нету, появятся они не скоро, но если одноразовые маски, они там нужны, где-то на передовой, как говорится, врачам и медикам, и медперсоналу, то в продаже они, может быть, не скоро появятся, но это не значит, что нужно из-за этого ходить без маски. Взяли, пошили и всё. Несколько ступенечек сделали, а можно просто сделать прямую масочку, как делали раньше, с завязочками, очень просто. Очень просто. Из любого хлопка, если нет у вас марли, можно просто обычную ткань хлопковую взять, старую футболку, трикотажную, или там просто наволочку или просто, как я сказала, взять какую-то старенькую, порезать и пошить кучу целых масок этих. Вот, так что берегите себя. А я сейчас пошла заниматься фаршем и жарить котлеты. Ну, вот такое вот количество у меня говяжьего фарша, и вот на него идёт вот такое небольшое количество куриного фарша. Вот это я сейчас всё в миске перемешаю, добавлю туда ингредиенты необходимые, и в общем хочу пожарить котлеты. Ну, потом я вам покажу. В общем, котлеты жарят все, наверное, одинаково. Лук, чеснок, туда немножко хлебушка, яйцо. Всё посолить, поперчить и жарить. Всё. Ну что, вот мои котлеты жарятся. Я уже половину пожарила и половина жарится. Нашла вот такой экран от брызг. Он у меня лежал что-то в сторонке, про него и забыла. Недавно нашла. Очень, кстати, удобная вещь. Не так сильно разбрызгивается. Вот, последний котлет я осталась пожарить и буду отдыхать. Я что-то устала. Я уже нарезала салатик, осталось его заправить, посолить и сварю картошечку. Картошку почистила, всё. Буду смотреть телевизор, всё. Сейчас всё доготовлю и ничего больше делать не буду. Смотрите, я заколола такие заколочки и мне кажется, мне так неплохо. Вообще, я начинаю уже зарастать, а парикмахерские не скоро откроются. Я так думаю, что, наверное, я не одна такая, да? У вас тоже может быть у кого-то проблемы. В общем, не знаю, когда я пойду стричься, но уже, ну, по крайней мере, чёлку уж точно пора подстричь. Да, и сзади, может, чуть-чуть. Будем терпеть. Будем ждать. Кто-то написал из подписчиков, что мама чёлли ждун. Это точно, я ждун. Я не одна такая. Все мы чего-то ждём. Сейчас дожариваются мои котлетки. И я хочу, ещё, да, сварить картошку надо. И я хочу поесть и лечь. И больше ничего сегодня не делать. У меня, правда, как-то быстро заканчивается сила. Я думаю, что это как-то связано с моим самочувствием. Вот. Так что буду лежать, буду смотреть что-нибудь по телеку и отдыхать. Нужно набираться сил. Ну, вот, мой обед готов. Всё. Котлетки, пюрешка, салатик. Вот как-то так. Всё очень вкусно. Котлетки попробовала, отличные получились. Так что буду сейчас кушать и отдыхать. А что я решила сделать себе на десерт? Я сейчас хочу порезать грушу, яблочко и бананчик. Порезать небольшими кусочками, кубиками и залить это всё йогуртом. Ну, у меня вот такой йогурт сейчас на данный момент есть. Можно залить сметанкой, можно йогуртом. И будет такой вкусненький десертик. Девочки, такой вкусный получился десерт это что-то. Просто невероятно вкусный. Если у вас есть фрукты, йогу, сделайте. Правда хорошенькие. Ну, что, мои хорошие, день подошёл к концу. Я сейчас смотрю сериал Триггер. Сериал, честно говоря, меня зацепил. Я уже посмотрела 5 серий, по-моему, а там их 16. И, в общем-то, я не могу отлипнуть от телевизора. И я так думаю, что я это видео, пожалуй, завершу. Я сейчас стараюсь видео снимать небольшие, коротенькие. Пусть они будут чаще, но небольшими. И монтировать мне тоже их будет проще. Вот. Поэтому, кто этот сериал не смотрел, можете посмотреть. Там, в принципе, про психолога. И каждая серия там отдельная история идет. Но хорошие артисты играют. И, в общем, сам сюжет интересный. То есть, вообще, я люблю такие психологические, детективные сериалы. И вот, как раз нашла такой долгоиграющий сериал, который мне понравился и который меня зацепил. И, поэтому, я буду его смотреть дальше. Поэтому, сегодня я снимать уже ничего не буду. Ну, вот это видео сейчас завершу. И мне нужно будет его смонтировать. Я буду потихонечку монтировать параллельно. И завтра утром я продолжу просмотр этого сериала. Но, сегодня буду смотреть, там, пока спать не захочу. А утром я его досмотрю. Но, так как долго, может быть, я его буду смотреть завтра еще целый день. Вот. Поэтому, мои хорошие, на этом видео я заканчиваю. Пишите комментарии, у кого какие вопросы. Буду на ваши вопросы отвечать. Кстати говоря, попробовала я на ручке вот из этих трех кремов, которые в Фаберлике брала. Там один такой вот красненький цаблепиха, и там идет бальзам для рук. Написано не крем для рук, а бальзам для рук. И очень даже хороший такой, прямо смягчает кожу. Я вам сейчас покажу его. Вот. Так что вот этот бальзам для рук вообще просто отлично смягчает кожу. У меня руки прям мягкие стали. Хотя вот вчера прям они шелушились и прямо были сухие. Но я вчера мазала, сегодня мажу, и в общем мне очень понравился этот бальзамчик. Вот. И мыло голову я сегодня вот этот вот шампунь два в одном, это ботаника, да. Хочу вам сказать, ну, я отдельно шампунь использовала вот раньше и бальзам отдельно, мне понравился он. Но это два флакона. Если вот с собой куда-то взять, допустим, там в поездку или что, ну, тогда удобно взять один флакон, два в одном. В принципе, там состав такой же и тоже очень хорошо, вот видите, шелковистые волосы, хорошо распенивается, хорошо смывается и волос становится шелковый. Мне тоже нравится. Вообще, вот эти вот ботаника и шампуни и краска для волос, вся эта серия ботаника мне очень нравится. Это был вопрос одной подписчицы, я отвечаю на этот вопрос вот вам сейчас. В общем, на этом заканчиваю свое видео. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok